Потому что мы соберем ларец здоровья в школу детям. Что вот реально ценного, полезного можно дать покушать? Потому что что мы кушаем? Да, бутерброды каким-то дрожжевым клепом, непонятно почему. Поэтому, это бабушка, это уже бабушка. Вы увидите, какие бабушки у нас. Вы даже себе не представляете, почему они такие. И никогда в жизни язык не повернется бабушкой назвать ее. Но на самом деле, это вот гордость, вдохновение. Это человек, который является примером для своих детей и уже внуков. Она вам поможет собрать, нам, мне прежде всего. Я сам себе хочу записать, что даже моим будущим детям хотелось бы положить в ранец. Или там куда-то в сумочку. Это Лариса Пилатинка. Встречайте. Вот и закончилось лето. Наши дети выросли, отдохнули. Некоторые даже успели соскучиться за школой. И мы с вами, как ответственные родители, выбрали лучшую школу. Некоторые даже выбрали какое-то дополнительное образование. А самые ответственные, что даже присмотрели высшее учебное заведение. На самом деле, для родителей важно не только, где ребенок будет учиться, но и как. И вспоминая прошлый учебный год, некоторые родители думают, что вот если бы моему ребенку немного было больше усидчивости, а вот если бы была лучше память, тогда бы успеваемость была лучше. И, дорогие ответственные родители, у меня для вас хорошая новость. Сейчас на результаты успеваемости и результаты учения можно повлиять. Есть такая наука внутрициологии. Это наука о правильном клеточном питании. И получить, улучшить успеваемость и получить шикарный результат. Это только на первый взгляд кажется, что память, сообразительность, усидчивость – это разные сферы интеллекта. На самом деле это все биохимические процессы, которые протекают в головном мозге. И вот если каких-то составляющих или компонентов для этих реакций либо мало, либо вообще отсутствуют, происходят такие нарушения, как забывчивость, неусидчивость, гиперактивность, плаксивость, отсутствие силы воли и оптимизма. Вывод один. Отсюда напрашивается вывод, что нужно предоставить мозгу необходимые компоненты. Каким образом? Как? Конечно же в качестве питания. Но как Марина говорила, Елена повторила, что в питании сейчас недостаточно полезных веществ, которые были бы полезны растущему организму. И тем более каждый день в клетке головного мозга подвергаются атаке благодаря мобильным телефонам, которые есть даже у первоклассников, потому что так мамам удобно, всегда ребенок в поле зрения. Благодаря компьютерам, за которыми дети просиживают часами. Но мы ведь с вами ответственные родители, мы не разводим руками. Мы говорим, ну что ж поделаешь, такова жизнь. Мы ищем вывод. И вывод таков. Используя знания науки и нутрициология, мы можем повлиять на результаты обучения, улучшить работу головного мозга, защитить клетки растущего организма от от атаки свободных радикалов. Их можно записывать в отличники, записывать ребенка в отличники. Итак, первый продукт. Первый продукт – это вода. Мозг на 92% состоит из воды, и поэтому количество воды, которую выпивает ребенок, напрямую связан с успеваемостью. В Японии проводили такой эксперимент, у каждого ребенка, школьника на парте стояла бутылочка с водой, ребенок пил эту воду тогда, когда захочет. И результаты были просто потрясающие, потому что успеваемость увеличилась в два раза. Главный продукт кораллового клуба – это Коралмайн. Поэтому вода именно с Коралмайном она приближена к плазме крови, идентична к плазме крови. И на устоение такой воды не нужна затрата энергии. Пол-витра, хотя бы пол-витра воды коралловой бутылки в день с собой в школу, и у ребенка будет больше энергии, и, естественно, лучше будет запоминать ребенок. Следующий продукт – это омега-360. Головной мозг состоит из полиненасыщенных жирных кислот. Полиненасыщенные жирные кислоты являются незаменимыми, то есть мы их должны получать с пищей. Я, как ребенок 60-х годов, помню, что в 60-е годы была государственная программа. Нам в садике всегда давали рыбий жир, такой ненавистный, такой невкусный. Но вот эта государственная программа, она принесла свои результаты. Дети меньше повели, были более сообразительны, лучше учились, потому что омега влияет не только на головной мозг, но и на иммунитет. И, как правильно сказал Алексей, что наша капсула омеги содержит 60%, это омеги-3, она добыта из сиренных рыб. И по... Всего лишь одна капсула омеги, она по... непроизводительности, по... Активности сессии. Ну, по активности, по содержанию, по полезности, да. Концентрация. То есть одна капсула омеги, 2 литра солнечного масла. Следующий продукт это ритамин Е. Головной мозг составляет всего лишь 2% от всего организма, но энергии потребляет 25%. Энергию дает что? Кислород. Но кислород, соответственно, является и окислителем. Он окисляет полененасыщенные жирные кислоты. А когда жиры окисляются, происходит прогоркание жира. Да, но... Жир находится не в бутылочке, а в головном мозге. Да? И существует такое вот народное выражение, мозги зажжавели. Так вот, витамин Е, он как раз является, как бы, бронежилетом для полененасыщенных, как бы, бронежилетом для полененасыщенных. Так, следующий продукт это лицетин. Еще одно выражение. Нервные клетки не восстанавливаются. Вот на данный момент, вот эта аксиома, она терпит фиаско. Почему? Потому что уже доказано, что нервные клетки восстанавливаются благодаря лицетину. Лицетин, из лицетина состоит мериновая оболочка нервных окончаний. И если лицетина в организме не хватает, то вот нервный импульс по... То импульс по нервному волокну, он идет, как бы, по полосе препятствий. И если принимать по 6-8 капсул в день, то на второй неделе вы уже увидите результат. Ну, как говорится, кашу маслом не испортишь. Вот. Ну, это, как бы, завышенная доза. Для ребенка достаточно будет 2 утра, 2 вечера. Следующий продукт – это коралл хлорелла. Как мы знаем, жизнь – это существование белковых тел. Белок состоит из анинокислот, которые как раз необходимы не только растущему организму, но и в веткам головного мозга. Коралл хлорелла как раз содержит в себе 50% белка. Но помимо белка она содержит и витамины группы В, и витамин Е, витамин С, и еще много микро-макроэлементов, необходимых, опять же, для ребенка. Хлорелла способна выводить яды и токсины из организма, то есть она является сорбентом. Хлорофилл, который содержится в хлорелле, попадая в кровоток, он преобразуется в гемоглобин, что тоже очень важно при малокровии и очень важно для хорошего гемоглобина, скажем так. И еще хлорелла способствует выработке интерферона. Интерферон отвечает за иммунитет. Следующий продукт – это витамины группы В. Витамины группы В важны для концентрации внимания. Если ребенок плохо учится, умедленно думает, плохо запоминает, не торопитесь записывать его к репетиторам, накормите его комплексом ВИ. И вы увидите, что ребенок лучше начнет составлять предложения, складывать слова в предложения. Он будет лучше запоминать. Будет выше скорость реакции. Запоминание и воспоминание. Следующий продукт – это лист черного ореха. Почему? Лист черного ореха – это противопаразитарная травка. Это только потому, чтобы все вот эти вот обогатители питания, они не шли на пору с паразитом. Вы можете провести хорошую противопаразитарную программу, а потом один раз в день одну таблеточку листа черного ореха давать как профилактику. Не бойтесь, это абсолютно безвредно, наоборот, даже полезно, потому что в листе черного ореха содержится витамина С в 8 раз больше, чем в листе черной смородины. То есть он является иммуномодулятором. Дочка все 9 месяцев беременности, она пила лист черного ореха. То есть это профилактика, потому что глистами можно заразиться везде. Где-то взявшись за поручей, проехав в метро, взяв деньги. Ну и хочу подчеркнуть, опять же сказать, что пользуясь мобильными телефонами и компьютерами, не забудьте ребенку купить нейтроник, потому что именно нейтроник, хотя бы такая небольшая наклеечка, но она преобразует в вредное электромагнитное исключение, безопасное для человека. Ну и сейчас мы с вами просчитаем. Сколько будет стоить вот такая вот таблетница ребенку в школу? На один день? Да, на один день. Сначала присчитаем, сколько есть. Коралл стоит 252 гривен. Амега 168. Достаточно одной капсулы в день. Витамины Е 216. Сейчас акция. Да, сейчас акция это будет. Одна капсула стоит 2,60, но если брать по акции, вернее 2,40, но если брать по акции, то это будет еще дешевле. Одна капсула здесь на 3 месяца хватает. Витамина Е тоже на 3 месяца. Лецитин. Лецитин на 1 месяц. Если 4 капсулы. Лецитин. Хлорелла 336 гривен. Ну, на 2 месяца. Ну, я хочу сразу сказать, что если ребенку нравится хлорелла, и он ее с удовольствием ест, так же, как и лецитин, то не нужно ограничивать. Ребенок наест, восполнит недостающие компоненты и, можно сказать, охлаждение. И, можно сказать, охлаждение. Тогда можно перейти на профилактическую дозу. Витамина группа В. 1476, но если это пересчитать в день, то 32 гривны. Вы можете первоначально из этого всего арсенала выбрать то, что вам больше всего по душе, а потом понемножку докупать. Но вы всегда можете и дополнить. Дополнить папайю, дополнить детские вкусные витамины. То есть по вашему усмотрению. 32 гривны здесь – это цена вашего спокойствия за ребенка. Потому что когда ребенок начинает болеть, я знаю по себе. Включается паника, огромное количество денег уходит на антибиотики, потом на восстановление. Если ребенок болеет и пропустил несколько занятий, программа сейчас такова, что один ребенок не догонит. И я даже смотрела некоторые задачи, даже мне не под силу решить задачи сегодняшних учеников в начальных классах даже. То есть если вы рекомендует пропустить определенное количество занятий, вам нужно будет нанять репетитора. А это намного дороже. И 32 гривны – это опять же цена вашего систематического хождения на работу, если вы еще работаете. Потому что, естественно, работая, вы получите больше денег, чем если вы будете пребывать на больничном. Продолжение следует...